Девушки отдыхают 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 сформулируй запрос системы активированы вот оно что фантомов-то поубивать нам положись на меня уж я постараюсь зачем ты это делаешь Ты испытываешь мое терпение, брат. И оно на пределе. Отлично, Джим. Переходим к последней задаче. Си-излучатель хорошо охраняется. Думаю, стоит разнести его ядерным ударом. ВВС прибыли. Укажите цель. Что? Ближе к делу. Поняла. Уже в пути. Готово. Новый на связи. Повтори-ка. Я во все-таки готовлюсь. Слышимость отличная. Выдвигаюсь. Выполняю. Положись на меня. Прикрой меня. А я взломаю систему защиты этой ракетной шахты. Сейчас. Как там было? А, нет. Готово. Ядерная ракета готова. Ближе к делу. Поняла. Обнаружен запуск ядерной ракеты. Когда же вы все подохните? Ты был прав, Рейнер. Ядерный взрыв уничтожит большую часть защитных сооружений. Это еще не конец. Скоро мы с тобой встретимся. Ну, три фантома не убил. Это 15 тысяч нету. Ладно. Входящая передача. Это Тош. Не терпится же ему позлорадствовать. Включай. Ты за это поплатишься. Это что, я? Зря ты меня обидел. Ты мразь, Тош. Я всю свою жизнь боролся с такими, как ты. Ты и я. Мы два сапога пара. Мы оба пойдем на все ради своей жизни. Ты так ничего и не понял. И не поймешь уже никогда. Да ладно. Я в шести световых годах от тебя. От меня. Холодная и расчетливая. Кого-то ты мне напоминаешь. Рад, что ты охотишься не за мной. Во всяком случае, не сегодня. Увидимся, Джим. А нормальные девушки вам не попадаются? Угарная тема. Это покручь. Сэр, Нова прислала документацию по обучению призраков. Теперь мы сможем создать свою армию невидимых убийц. Если Менгск об этом узнает, ей придется многое объяснить. Думаю, она замела все следы. Ведь призраки постоянно этим занимаются. Еще глотки людям режут. А это Нова ничего так девка, а, Джимми? Не думал приударить за ней? От нее одни неприятности, Тайкус. Бегает за этими чокнутыми фантомами. Ну и слава богу, главное, чтобы держалась подальше от нас. Это не ответ. Ты пропускаешь одну юбку за другой. С тобой явно что-то не так, парень. С вами Кейт Локвилл на канале ЮНН. По сообщениям службы безопасности Доминиона, спецагенты выследили и нейтрализовали лидеров группы повстанцев, называющих себя «лезвие тьмы». Это отличные новости, Кейт. И каковы комментарии агентов? Комментариев не поступило, но я думаю, они довольны проведенной операцией. Итак, уважаемые телезрители, благодаря усилиям службы безопасности, шпионы Джимма Рейнера были преданы справедливому суду. Но позвольте, в сообщении ничего не говорилось о Джимме Рейнере. Мы продолжим после рекламы. Почувствуй отдачу от жизни. Ай-Пистол. Так, тут нужен призрак появится, да? Винтовка призрака. 25 мм карабин С-10 Марк 6 Разработанная конфидератами незадолго до падения Тарсониса винтовка Марк 6 является лучшим образцом противопрепотного оружия для призраков. Технологии Доминиона не стали изобретать ничего нового и просто продолжили производство ударов. Появилось и исчезло. Несмотря на высокий профессионализм, призраки появляют необъяснимую халатность, когда дело доходит до ядерных ударов. Поэтому их винтовки снабжены магнитными датчиками, чтобы командование было проще и выявить точное положение призрака. Впервые винтовка Марк 6 испытал Харвальд Уинстон по кличке Шершавый. Его целью был келмарийский барон Джеймс Орчин. Уинстон говорил, что это оружие красивее и вдвое добрее любой девчонки. Мы условились, что новое откроет нам секретные технологии призрак. Она сдержала обещание? Твоя девчонка-то? Да, сдержала. Я уже начал искать способы улучшить текущие образцы. Она не моя девчонка, Слон. Ммм, профессиональный убийца, который рано или поздно приставит нож к твоему горлу. По мне, так идеальная пара для тебя. Как же ты меня... Это миньон, призрак. Глазные импланты, дальность атаки призрака на 2, а дальность обзора на 3. Маскару. Маскару как-то без затрат энергии. Продолжение следует... но чёткая тема, поэтому мне не нравится танки, это всё, конечно, круто ладно, пока оставим так, тут пока ничего не улучшалось я не жду благодарности от Новой, но считаю, что мы верно поступили, избавившись от Тоша так, порт и... тут что-то было с этим ладно, ещё раз кажется, твоя королева клинков вычислила для кого мы ищем эти артефакты глава Амебиусов доктор Нарут сообщил что зерги напали на главную исследовательскую базу на территории он не может эвакуировать людей, пока не уничтожит все документы в которых упоминаются артефакты нам пока что не удалось получить доступ к данным записанным адъютантом Старсониса однако у нас есть один знакомый эксперт по взлому кодов конфедерации полковник Орлан по нашим данным, Орлан до сих пор позируется в притоне наёмников в мертвецком порту ненадёжный тип, но он единственный, кто сможет взломать этот код короче, попробовать вот эту миссию может быть, потом появится ещё миссия с очками и протасом а это попозже, либо ближка под копитки мертвецкий порт сидеть тут и ждать вести рискованно наёмник и буйная публика а Орлан наверняка не торопится с расшифровкой да, у меня тоже нехорошее предчувствие входящее сообщение Джеймс Орлан расшифровал твоего адъютанта и теперь планирует продать сведения Доминиону там, наверное, что-то очень интересное он... он попросил меня отвлечь вас чтобы сделка прошла без лишнего шума очень мило с твоей стороны, Мира но зачем ты мне всё это рассказываешь? как это зачем? вы с Мэтью гораздо симпатичнее Орлана предложите мне столько же, сколько он и я помогу вам разделаться с этим старым жуликом Орлан платит минералами такое же условие я ставлю и вам договорились с тобой всегда приятно иметь дело не тяните если Орлан заплатит раньше придётся помогать ему ах да, ещё передавай привет Мэтью спроси, чего не звонит природных ресурсов здесь почти не осталось если мы хотим нанять миру раньше, чем это сделает Орлан придётся искать и перерабатывать промышленные отходы считаете ей можно верить? она же наёмница поможет тем, кто раньше заплатил стервятники устанавливают получи мины с помощью которых можно уничтожить войска противника после чем те доберутся до вашей позиции так, ну потом поиграю